В округе идет усиленная подготовка к отопительному сезону. Гарантирующий поставщик тепла «Газпромтеплоэнерго» продолжает ремонтные работы и модернизацию на сетях рабочего поселка, где чаще всего происходили аварии. Правда, не всегда эта работа заметна. Например, на месте снесенных домов между улицами Стахановска и Карлолипных-то теплотрассу раскопали в конце апреля, а ремонтные работы начали проводить только к концу текущей недели. Ремонт задержался из-за того, что теплотрассу пересекает газовая труба и потребовалось согласование работ с Мособлгазом. У нас осталось два крупных участка. Один, где мы попали на газопровод. Мособлгаз уже все согласование нам дал. Они перенесут данную трубу, потому что не получается теплотрассу перенести. Мособлгаз свою трубу будет переносить. И в ближайшее время мы этот участок отремонтируем и закроем. Уже сейчас только на рабочем поселке заменены порядка трех километров сетей. До начала отопительного сезона компания должна завершить ремонт на теплосетях и приступить к благоустройству нарушенных раскопками территории. Не меньшее внимание уделяется котельным. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с котельной СТЭК, которая пострадала от взрыва на территории ЗОМ за 9 августа и восстановлению не подлежит. У нас неплохая готовность. У нас больше 90% готовности котельных наших. Но самая основная у нас, конечно, проблема возникнет с нашей котельной СТЭК. Понятно, что я уже понимаю, что выдавать паспорт готовности предприятию, у которого нет котельной, уже мы не выдадим. То есть, фактически, ресурсоснабжающая организация осталась без источника теплоснабжения. Вопрос теплоснабжения микрорайона Северный, который зависел от котельной СТЭК, сейчас решается с участием правительства Московской области. Подготовку к отопительному сезону проводят не только ресурсоснабжающие организации, но и управляющие компании. Для этого управляющие организации должны выполнить мероприятия по утеплению дома и подготовке внутри домовых сетей, и пройти приемку у специалистов «Газпромтеплоэнерго». «Газпромтеплоэнерго» требует элементарное. Он требует закрытия теплового контура, чтобы тепло не выходило. И одно немаловажное – это установка тех шайб, которые посчитал «Газпром», и тех сопел, которые должны стоять, чтобы поддерживалось гидравлическое состояние всей нашей системы. От управляющих компаний также требуют замены запорной арматуры на внутридомовых сетях. К 15 сентября все многоквартирные дома должны получить паспорта готовности. Татьяна Мельникова, Вячеслав Шумов, Сергей Кошакин. Программа «События». Продолжение следует...